Сегодня мы поговорим о Святом Духе и посвятим этой теме несколько передач. Кто такой Святой Дух и что он делает? Как работает Святой Дух в нас и через нас? Когда я готовился к этой теме, я убедился, что эта тема несколько туманна и загадочна. Поэтому сегодня даже в нашем зале присутствует туман. Это произошло из-за того, что мы, люди, сами не до конца разобрались с этой темой. Мы сами создали беспорядок, занимаемся чем хотим, например, а потом говорим «Извините, это был не я, а Дух Святой». То есть мы используем его как прикрытие, мы хотим делать то, что нам сдумается, или верим в то, что мы делаем, это хорошо. В то же время люди теряют доверие, отмахиваемся, говорим, что мы не знаем ничего про Святого Духа и не спрашивайте. Я бы сказал, не стоит так отмахиваться, или вы не замужем, и у вас нет любимого человека, а вы встречаете знакомых, и они подшучивают над вами, что вы беременны, и у вас скоро будет сын от Духа Святого. И вы им отвечаете, что уже долгие годы не работали в этой сфере своей жизни. Люди запутались. Как же нам создать положительный образ Святого Духа? Ко всему прочему, есть еще теология. Я должен честно сказать, что теология может очень мешать. В теологии у нас один Бог и три личности. Вот попробуй тут объясни, что к чему. Для меня теология так сложна. Бог создал людей. Вот теперь люди объясняют, как действует Бог. То есть вне Библии создается теория, как все устроено, и это мы называем теологией. Можно представить себе, что мы люди, создали робота, и он будет учить людей, как они устроены. И как им нужно делать то или иное. Все как-то очень сложно. Как же все это работает? Если есть три личности, то к кому же мы молимся, в конце концов? Кого мы благодарим? И за что? Кто в нас? Святой Дух? Отец? Или все же Иисус? Если Бог — это Отец, а Иисус — Его Сын, а мы Его дети, то где тогда Мать? Мы молимся Святому Духу и произносим что-то вроде «сабада, освободи», или же мы должны молиться на другом языке, на русском или же на иврите. И вот где же Святой Дух? Давайте разберемся и развеем туман, чтобы вновь ясно видеть мир вокруг себя. Сегодня я хочу сконцентрироваться на образе Святого Духа в целом. Мы пройдем путь от вечности к вечности и разберемся, что это означает в настоящем времени. Может быть, вы еще не поняли, но Троица — это праздник, настоящий праздник. Праздник для меня — это вечеринка с музыкой, едой, напитками. Это радость и веселье. Мы празднуем Рождество, Пасху, но Троицу? Разве это праздник? Я читал в местной газете. Вот они там понимают, что Троица — это праздник, и его везде празднуют. Прежде всего, вне церкви, потому что никто не знает, что празднуется. И вообще-то церковь никогда не могла ясно объяснить, что это за праздник такой Троица. В газете было написано, что самая первая пробка в Нидерландах в 1955 году случилась, знаете когда? В День Троица. Все занимались чем угодно, кроме похода в церковь. Было такое огромное количество машин на дороге, и пробка была такой особенной, что люди выходили со своими стульями, чтобы посмотреть на эту необыкновенно большую пробку. Это было феноменально. Это пришло к нам из Америки, и у нас наступило американское благополучие. Наступила новая река. Сейчас, конечно, с транспортом лучше не стало, но и с церковью тоже. Мы все еще толком не знаем, что же мы отмечаем в Троицу. Почему же сегодня праздник, а у нас не праздничное настроение? Я вот костюм надел. Конечно, скажете вы, праздник. Ты, наверное, сегодня 20-ю годовщину свадьбы отмечаешь. Дорогие мои, Иисус же ясно сказал, будет лучше, если я уйду. Тогда Святой Дух сможет прийти. Лучше, если я пойду. Давайте же сегодня начнем и дадим Святому Духу Его законное место в нашей жизни. Наша Церковь и вся наша вера — это достойное место для Святого Духа. Поэтому сегодня это будет просто обзор. Святой Дух у нас в сознании обозначен праздником Троицы, дымом и пламенем, чудесами разными. Но кто же такой Дух Святой? Что Он для нас делает? Я хочу сказать, что мы празднуем нечто. Давайте рассмотрим, что именно. Я для вас сделал несколько записей о том, какой же сегодня праздник. Это праздник Нового Завета. Мы празднуем Новый Завет. Давайте я скажу это несколько иначе, по-другому. Бог нам сказал, что все определено. Сделка совершилась. Контракт подписан. Без контракта у вас не будет ничего. Я вижу, вы все еще равнодушны. Это договор, который Иисус заключил с Богом Отцом. И Иисус и Бог Отец договорились между собой. Хорошая новость. Это контракт без обязательств для нас, только лишь для Отца. Все, что Он нам гарантирует по этому контракту, это милости Божие и жизнь вечная для всех, кто хочет участвовать в этом соглашении. Вот я вижу, что вы уже, наконец, согреваетесь. Без Троица у вас нет уверенности в том, что смерть и воскресение Иисуса имели огромное значение. Иисус воскрес и победил смерть, но только в Троицу стало ясно, что Отец признал его жертву, и все, что сделал Иисус, поэтому был неспослан Святой Дух в качестве печати, что вы и я, и каждый из нас признали то, что сделал Иисус. Дорогие мои, если вы отмечаете Пасху и Рождество, то вы будете отмечать и Троицу, ведь это великий праздник того, что сделка состоялась. Иисус, и есть дети Божьи, и мы получили жизнь вечную и будущее. Троица — это начало периода, в котором вы и я, мы все, стали равны Иисусу Христу. Почему сейчас так тихо? И еще раз. Троица — это начало периода, в котором мы все равны Иисусу Христу. Сейчас, в настоящий момент, живя на этой земле, Он показал нам, кем мы можем быть, вот кем, а вы можете стать, сказал Он, а вот что вы можете сделать, и даже больше. Он говорит нам, «Я надеюсь, что вы не ограничитесь этим, вы вырастите больше, чем я». Ведь вы призваны сделать больше, чем я. Это невероятно. Огромная вера в нас, колоссальное доверие. Нам открыты невероятные возможности. И нам не спосланы все дары и таланты для этого. Еще, что мы празднуем в Троицу, это то, что нас взяли в Божественную семью. Мы официально сыны и дочери Господа. В Пасху мы воскресли для новой жизни и стали новыми созданиями. Но нас включили в семью, а сделали сыновьями и дочерями Господа официально, юридически, посредством Троицы, сыновья и дочери Всевышнего, с теми же возможностями, что были у Иисуса, когда Он ходил по этой земле. И с призванием сделать больше, чем сделал Он на этой земле. Это Троица. У нас уже была Пасха, а теперь Троица. Когда мы с уверенностью смотрим в будущее, на следующий важный шаг. А в Божественном плане прощение человечества. И он построен не так, не по принципу «вверх и вниз», а по принципу «от одной вехи к другой, все выше и выше». Понимаете? Одна веха — это рождение Иисуса. Вторая веха — это Его распятие. Еще выше — Его воскресение. А еще выше — Его вознесение. Дальше. Еще более высокая веха — Сосшествие Святого Духа. И самое, самое высшее веха скоро случится. Троица Эфта своеобразная платформа, уровень, на котором мы стоим. И мы вот-вот сделаем тот следующий шаг одной из самых захватывающих событий, происшедших когда-либо в этом мире. И оно скоро произойдет. Бог занят построением Своей Церкви, Своего тела, где находится Святой Дух. Он готовится к Своему второму пришествию. А вы уже можете все это почувствовать. Когда мы на 65-летний юбилей нашей свадьбы, мне будет 88 лет, а Илоне — 84 в день второго пришествия Иисуса. Может быть, мы будем вместе в этот славный день. Знаете ли вы, что случится в этот день? В один прекрасный момент, даже если вы, как сейчас, сидите дома и не можете прийти к нам, мы в тот момент окажемся все вместе в церкви на небесах. А хорошая новость в том, у вас сейчас есть ваше материальное тело. Можете их пощипать. И за один миг мы получим новое тело. Не те, что Бог сотворил из пыли, когда Он сделал Адама. Бог сделал Адама из праха, из пыли. А материя, есть материя, и она не вечна. Она никогда не задумывалась, как вечная. И вот сейчас Он создал нового Адама, Иисуса. Иисус же воскрес из мертвых в небесном теле. И вот, в самый главный день мы в одно мгновение получим божественные тела, и вместе с Иисусом мы вознесемся на небо, не видя Духа, как те, кто сейчас уже спит. но у нас будут тела. И те, кто сейчас спит, тоже будут в один миг вместе с нами. Тоже в божественном теле. Это не просто тело, сделанное из чего-то материального, а приготовленное Господом для нас специальная нематериальная оболочка. и это скоро должно произойти. Это прекрасно. Именно это мы отмечаем в Троицу. Дорогие мои, не бойтесь конца времен. Это чепуха. Бог нас спасет. Так же, как Он спас Лота. Он спасет нас так же, как Он спас Ноя. За доли секунды нам не грозят все те страдания, описанные Библии. Пришествие Антихриста и все катаклизмы случатся уже после того, как мы будем спасены. Мы в наших новых телах уже будем праздновать спасение на небесах. Мы все члены Божественной Семьи с надеждой и ожиданием, с призванием, и мы не знаем отступления. Я читаю эту проповедь и смотрю на себя и стыжу с того, что я делаю так мало, меньше, чем мне дано. Чем мы все можем делать, как сыны и дочери Божьи, как община, как церковь. Позвольте мне сегодня рассказать вам о трех перспективах. Позвольте мне в перспективе многогранно рассказать вам о Святом Духе. Давайте оставим сегодня теология. Хорошо? Святой Дух, как наша Мать. Дорогие мои, мы родились от Святого Духа, мы рождены в Божественной Семье, и это Святой Дух, сделавший нас подобными Богу. Это Святой Дух, наша Мать, которая все, что имеет Отец, дары, таланты, средства и возможности. Она дает нам для использования, чтобы мы могли жить жизнью, которую Он задумал для нас с вами. Святой Дух, как Мать в семье, которая нас воспитывает, нас, как сыновей и дочерей Божьих, в полном Божественном знании. Святой Дух напитан Духом Божественных знаний. Мать воспитывает нас со всей мудростью, со всеми знаниями, со всеми советами. Большинство из нас сейчас задаются вопросом, что думает Церковь о вакцинации? Что думаем мы, как Церковь, о вакцинации? У нас есть Святой Дух, Он дает нам знания, мудрость, совет, и даже если мы допускаем ошибку, то Он милостив к нам, Он прощает нас и исправляет наши ошибки. Это и есть Святой Дух, тот, кто приводит в систему наш страх Господень, уважение и трепет перед Богом. Святой Дух, как Мать, знающая Отца от и до, знает все наши тайны, она учит и образовывает нас от сердца, если мы готовы слушаться. Святой Дух — это Мать Нового Завета. Иисус был рожден от Святого Духа, посредством Его силы был возвращен к жизни после смерти. Святой Дух приносит все необходимое. Давайте снова поговорим о контракте. Если фирма заключает контракт, то самый последний заключенный контракт остается действительным. Если у вас был контракт и вы заключаете новый, то действует только новый контракт. Это не так сложно. Старый контракт становится недействительным. порвете вы его или не порвете, он больше вообще не действует, потому что есть новый контракт. Старый контракт можно положить в архив, чтобы при необходимости найти его и посмотреть, как же мы пришли к новому контракту. И так вышло, потому что у нас был старый контракт, и вся история показывает нам наши отношения друг с другом. Но эти отношения больше не обязательны для нас. И то же самое мы можем сказать с Ветхим Заветом. Святой Дух это Дух Нового Завета. Ветхий Завет уже устарел. Его заменили новой, улучшенной версией. Это все еще сокровищница откровения о том, кто такой Бог. о чем он думает, как принимает решение, какие у него планы на наше время и на будущее. Ветхий Завет, так мы прочтем в Библии, был Заветом данным израилитянам. Израилитянам. Ведь так Новый Завет это Завет данный всему человечеству, всему миру, даже больше, когда мы читаем Библию, неудивительно, что некоторые христиане хотят быть наполовину иудеями. Ведь это мы, христиане, должны сделать так, чтобы иудеи нам завидовали. Ведь в Ветхом Завете о нас не было ни слова. Почему же нас исключили? Да потому, что Ветхий Завет был заключен не с нами, нас просто исключили из него. Мы были просто шайкой язычников. Нас не взяли с собой. Это было не для вас. Ну, тогда нам и не нужно было соблюдать обязательства по этому контракту. Вот так все просто. В противоположность Ветхому Новый Завет самый лучший Завет это помощь Святому Духу. Он написан для нас и не только для нас, но для всех людей и для евреев тоже. Он самый полный Завет. Это договор между Иисусом и Отцом. Это документ отражающий то, о чем Иисус лично договорился с Отцом. этот договор настолько хорош, что мы тоже хотим сказать «Да, я тоже с вами, и я хочу участвовать в этом». «Да, Иисус, ты для меня заключил этот договор». «Ты Иисус, выступаешь в роли всего человечества в Новом Завете. Я с тобою». И вы получаете личное подтверждение всего, сказанного в договоре. Личную печать, что вы гарантированно есть сыны и дочери Божьи, и что вы получите жизнь вечную. Я не понимаю, когда люди меня все еще спрашивают и продолжают спрашивать. «Я ребенок Господа? Или же я не ребенок Господа? Как же это возможно? Мы рождены от Господа. В нас есть Святой Дух. Мы с Ним связаны. Он в нас кричит. «Отец, мы есть цены Божьи». А мы говорим. Я не могу знать наверняка, будем ли мы спасены или не будем. Я не понимаю, откуда берется вообще такая чепуха. Нам же даются гарантии с того момента, как мы вступаем в договор и получаем, как у нотариуса, печать на нашем договоре. Это духовное обрезание. Нам больше не надо ничего обрезывать. Это уже не плотское обрезание. Отец обрезывает своих детей до сих пор, но не где-то здесь, не вот здесь, а в сердце, и он оставляет отметину, что вы есть сын или дочь Всевышнего. Вот тут, в нашем сердце. Это можно сравнить с усыновлением. Это новое рождение от Святого Духа. Мы с вами так становимся частью Божественной семьи. Знаете ли вы, что у вас тот же самый Дух, что и у Бога Отца, у вас тот же Дух, что и у Иисуса Христа, у Сына Божьего. Это и делает нас сыновьями и дочерями Бога. У нас тот же Дух, что и у Бога Отца. Мы не просто люди. Мы наследники мира, будущего мира. Придет новый мир. Мы часть Божественной семьи. Это наша реальность. Это видно из того, как мы действуем. Любовь живет в нас и все больше и больше влияет на нас, на то, что мы делаем, что говорим. Но прежде всего, стали наследниками Бога Отца. А это означает, когда придет время, мы будем полностью равны Иисусу Христу. Духовно мы уже полностью равны Ему. Сто процентов. А наши кленные тела отстают. Они должны склеить. Это пыль, материя. По-другому не умрем. То это случится в тот день, когда Иисус придет за нами. И в тот момент мы получим тела, которые будут сделаны не из земли, но которые для нас приготовил Господь на небесах, которые будут с нами вечно. Дорогие мои, как же это прекрасно. Но что же мы наследуем? Когда мы умрем, то мы поднимемся в рай. Но и это не наше наследство. Рай это еще не совершенное место, как вы думали. Если вы попадете в рай, то в тот же день вам захочется уйти из него. Но вот, вы уже молчите. Знаете, мы не предназначены для того, чтобы жить в раю. Нам предначертано жить на новой земле. Мы сделаны для новых тел с небес. И даже если мы спим вечным сном, и наше тело превращается в пыль, а наша душа и наш дух летят к Отцу Небесному, то тогда все наше существо ожидает того времени, которое должно прийти. Что мы встретимся в Божественном теле, и будем жить, работать, и править на этой земле вместе с Иисусом. В Библии мы читаем, и дух и невеста говорят «Приди!» И слышавшие да скажут «Приди!» Мы с вами говорили уже об этом, что лучший день у нас еще впереди. Весь наш опыт и все наши чувства Святой Дух подталкивает нас к этому дню, ведь Он еще впереди. И в этот лучший день начнется то, что мы называем получение наследства. Но планы Господа на нас, то, что Бог планирует, а Святой Дух исполняет, исполнится только тогда, когда мы получим свое наследство. Что же есть наше наследство? Это божественное небесное тело в новом раю и позже на новой земле. Я хочу почитать вам из первого послания к Коринфянам. Время заканчивается, тогда я буду краток. Как водами все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, Иисус был первым человеком, воскрешенным после смерти, так же, как он. И мы будем воскрешены после смерти. Иисус был первым человеком, который силой Святого Духа воскрес из мертвых. Святой Дух сделает для нас то же самое. Он воскресит нас из мертвых. Иисус был первым человеком, да, я говорю, что Иисус человек, потому что Он был рожден в тленном человеческом теле. Иисус был первым, кто получил божественное небесное тело. Следующие, кто получит божественное тело, это мы с вами посредством силы Святого Духа. Иисус был первым человеком, кто в божественном теле отправился на небеса. Следующей вехой в истории будет то, что мы с вами в божественных телах отправимся вместе с Иисусом на небеса. Мы скоро увидим, как Иисус придет снова, и мы вместе с Ним будем на небесах и получим свои божественные тела. Мы снова опустимся вместе с Иисусом на землю после пребывания в раю, в наших божественных телах. Иисус был первым и будет первым, кто вновь опустится на землю в божественном теле. Но мы с вами будем следующими. Иисус был первым, кто вознесся, а мы будем следующими. Все, что сделал Иисус, и мы с вами тоже сделаем. Господь всех своих детей любит одинаково. Мы, как и Иисус, дети Божьи. Когда же все покорит Ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все Ему. Да будет Бог все во всем. Понимаете, о чем здесь говорится? Иисус в качестве царя. Иисус как первый сын. Иисус часть божественной семьи. Иисус рожденный в человеческом теле, как и мы, живший, как и мы в человеческом теле. Он готовый умереть на кресте. Он готовый спуститься в ад и подняться в рай. Он проливший кровь за нас. Он заключивший договор с Отцом, Богом для нас. Иисус, пославший в Троицу Святого Духа на апостолов, чтобы все мы знали, что мы есть дети Божьи. У нас у всех один Создатель, Бог-Отец. У нас у всех добрые сердца, стремящиеся к добру, но не всегда делающие его. Иисус, который скоро спустится на облаках, на землю, и изменит все в один миг, и покажет нам, что не только Он победил смерть, но и другие дети Господа расправились со смертью. Иисус последнего врага смерть превратил в ничто, уничтожил ее. Его работа завершена. И знаете, что Он сделает? Он откажется от своего трона, Он отдаст свое начальство, свою власть, которую временно дал Ему Его Отец обратно своему Отцу, чтобы Иисус вместе с вами, вместе со мной смогли стать одним целым, связанными друг с другом, сыновья и дочери Всевышнего Бога Отца. Отца главы семейства и матери, которая является сердцем всей семьи. И перед нами откроется прекрасное будущее. призвание. И в тот момент перед нами откроется наше необыкновенное призвание, огромная ответственность вести себя, становиться и работать как сыновья Всевышнего, делать то, что делал Иисус и еще более славные дела совершать, чем Иисус. Это то, чего хочет Святой Дух для вас и для меня. Ведь мы, дети Божии, когда мы придем к Отцу нашему, то Отец захочет сказать нам, молодцы, дети мои, для меня вы не должны быть безупречными, нам не нужно быть для Отца идеальными. Нет, не нужно. Единственное, чего он хочет, чтобы мы учились, росли, изменялись, могли совершать его божественные дела. А на каком уровне мы это делаем, это уже не наша ответственность. Мы хотим делать максимально хорошо то, что умеем в отведенное нам время здесь, на Земле. И мы придем в наших божественных селах к нашему Отцу. Нам не нужно бояться, что Отец нас раскритикует и укажет нам на наши ошибки. Единственное, что он скажет, «Сын мой, дочь моя, я послал тебя с особой миссией на Землю. Я поместил Святого Духа в тебя, чтобы ты смог сделать все то, что я могу делать, и что можешь ты, и что же ты смог сделать. Расскажи, давай». Отец с гордостью за своих детей будет слушать нас и скажет, «Вот это да, вы все получили, что было задумано для вас. А вот вам еще больше ответственности в этом новом мире». я точно не знаю последовательности, в которой все случится, но Бог для нас приготовил все хорошее. А Святой Дух подтвердил в Троицу то, что Бог Отец с нами. Он участвует в договоре на все сто процентов. Он не забудет нас. Он все запланировал и исполнит свои обетования. А Мать, Дух Святой проследит за всем. Она не придет к нам, у нее слишком много забот. Святой Дух полная картина его присутствия с момента создания и до наших дней выражена вехами, моментами. Знаете, что следующая веха уже не за горами. Она рядом. Вопрос в том, что произойдет раньше. Моя 65-я годовщина свадьбы? Или же второе пришествие Христа? Или же это произойдет одновременно? Неважно. Если же оно наступит раньше, то будет лишь лучше. В Библии все время повторяется. Если вы услышите шум, не бойтесь, не страшитесь, посмотрите наверх, ваше спасение пришло, наше спасение близко во имя Иисуса. Аминь. Если бы тут был Павел, он бы еще час мог продолжать разговор, но у нас тут нет больших окон, и свет не падает так красиво. Поэтому нам с вами пора заканчивать. Давайте же все вместе встанем, даже если вы смотрите нас из дому, вставайте пожалуйста и закрывайте свои глаза. Сейчас будем молиться. Если же вы спросите меня, почему я стою, я вам отвечу. Если же вы не можете встать, то сидите, встаньте из уважения к нашему Отцу, приготовившему для нас с вами такое большое будущее. Вы Иисусе Христе посредством Его и для Него самого и для нас. И Он исполнит свое обетование. А Святой Дух будет наблюдать за исполнением. Все о чем говорил Отец до сотворения мира будет исполнено. Отец мы благодарим Тебя сегодня за то, что Ты нас избрал своими сынами и дочерями. Отец, мы благодарим Тебя, что Ты сделал нас послушными Тебе с помощью Святого Духа. И Он живет в нас. И каждый день кричит в нас. Отец наш, мы дочери и сыны Твои. Мы молимся сегодня, как молился Иисус. не мою волю исполни, а позволь исполнить волю Твою. Дай мне силу исполнить Твою волю. И Отец позволил ему увидеть, какое будущее ждет его. И Иисус встал. Сегодня Отец дал вам знать, какое будущее ожидает вас. Так давайте же встанем, давайте же возьмем на себя ответственность за то, что Отец нам послал исполнить во имя Иисуса и Святого Духа, чтобы каждый из нас использовал свой дар, свой талант, страстно и энергично делали то, что попросил нас сделать Господь. Отец, мы благодарим Тебя за то, что исполнение нашей миссии не заключается в том, что нам нужно на час сходить в церковь в воскресенье, а семь дней в неделю 24 часа в сутки, как матери и отцы, наемные, рабочие и работодатели, друзья и подруги, мы нужны в этом мире, чтобы изменить его, что под силу лишь сыновьям и дочерям Божьим. Мы благодарим Тебя, Отец, что Ты даешь нам силы на это во имя и соусе.